А резервы, друзья мои, они как раз-таки у нас вот здесь. И резервов там очень много. И все уже развитые европейские страны, они уже давно это поняли. И все сейчас прокачивают мозг, прокачивают, прокачивают. То есть количество решений, скорость переключения, качество решений. То есть туда, туда, туда. Я хочу, чтобы и тренеры, и родители на пропущенные голы смотрели так. Это очень важно еще с точки зрения психологии. Немножечко отойдем в сторону. Нельзя винить одного игрока в допущенной ошибке. Потому что гол это всегда набор результативных ошибок каждого игрока в цепи. Приветствую вас, друзья, на YouTube-канале Футмол. Сегодня тема эфира «Самые распространенные ошибки в игровом мышлении футболистов от 8 до 17 лет». Я расскажу о своем опыте и подготовке футболистов в футбольной школе и ведении футболистов с разных стран мира. И разных континентов. Всех футболистов объединяют одни и те же ошибки в игровом мышлении. Расскажу о том, какие ошибки, почему они возникают и, самое главное, как от них избавиться. Смотрим. Самые распространенные ошибки в игровом мышлении. С этими вопросами я сталкиваюсь практически каждый день и в практической плоскости, в тренировках с ребятами и в теоретической, когда рассматриваю игры ребят. И по большому счету уже, наверное, я около года каждый день занимаюсь этими ошибками, ошибками, ошибками. И пришло время просто их сформировать, систематизировать, объяснить суть причины и, в конце концов, дать решение, каким образом можно влиять на развитие игрового мышления. Всегда мы с вами говорим о том, что развитие футболистов идет в трех основных проекциях. Это развитие футболиста с точки зрения качеств тела, с точки зрения качеств интеллекта и с точки зрения психологии. То есть, видите, три уровня. Я недавно увидел у такого замечательного, очень известного и уважаемого мною тренера Арсена Венгера. У него есть такой домик, вот, по сути, он его тоже изобразил в виде базового, то есть, уровня это качество тела. Потом следующий этаж настройка это качество интеллекта и следующий этаж уже крыша это психология. И очень важно именно в какой последовательности он изобразил эти качества. Идем по порядку. Значит, первый уровень это у нас футбольные качества тела. Что же это такое? Это физические качества, это техника, то есть, это, по сути, инструменты, которые нужны для игры. То есть, физические качества это, прежде всего, координация, быстрота, сила, ловкость и так далее. Технические качества это все, что можно делать с мячом. Ведение, дриблинг, прием-передача, отбор мяча, финты, удары, удары головой в том числе. Окей, значит, инструменты у нас есть. То есть, получается, мы учим, 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 развиваем качества физические и технические. Следующий уровень это интеллект. Что такое интеллект? Это как лучше использовать свои физические качества и технику с пользой для игры. То есть, по сути, понимаете, очень много ребят, очень много футболистов с выдающимися физическими качествами. Но, когда начинается игра, на поле выделяются только те, кто эти свои качества эффективно использует для игры. И наоборот, те ребята, которые обладают физическими и техническими качествами и не понимают игры, на поле они теряются. И третий вариант это ребята, которые обладают не очень развитыми качествами физическими и техническими. И они тоже начинают на поле выделяться и иногда даже играют лучше, чем ребята, которые более оснащены. Почему же так происходит? Ну, давайте по порядку. Значит, что значит понимать игру и что значит использовать свои качества с пользой для игры? То есть, у игры есть простая цель. Все, кто выходит играть, дети, взрослые, все мыслят одинаково, цель игры это выиграть. Чтобы выиграть, простым логическим способом, нужно забить на один гол больше, чем пропустить. Потому что, когда мы говорим выиграть, выиграть по счету. Значит, идем дальше. Если мы посмотрим на игру в футбол, то игра в футбол состоит из четырех последовательных фаз, которые по очереди сменяют друг друга. Допустим, наша команда играет с мячом, потом мы теряем мяч, то есть вот именно этот короткий промежуток времени, то есть когда ситуация резко изменилась, да, мы играли с мячом, думали про мяч, думали про атаку. И тут раз, что-то пошло не так, и мы мяч потеряли. То есть вот этот период, короткий период осознания того, что мяч уже не у нас. Следующая фаза, это игра без мяча, когда мяч у команды соперников. И последняя фаза, это отбор мяча, когда мы отбираем мяч, и уже игра изменилась. Мяч был не у нас, стал резко у нас. И опять-таки идет осознание того, что мяч перешел к другой команде. Видите, и эти фазы, они последовательно в игре сменяют друг друга. Кроме этого, у самой игры есть правило времени и пространства, да, это очень просто. Нужно для того, чтобы забить гол с точки зрения времени и пространства игры, есть одна простая формула. Нужно за минимальное время пройти как можно ближе к воротам соперника. И кто делает это быстрее и по кратчайшей траектории к центру ворот, тот и имеет в игре преимущество. Видите, то есть с одной стороны есть фаза игры, с другой стороны есть правило времени и пространства. А теперь переходим к каждой из фаз отдельно. Вот игра с мячом, это самая такая любимая мною, и это самая развивающая фаза игры, потому что игра с мячом это касание, это технико-тактические действия, а соответственно это развитие. И в общем-то дети, все дети любят играть с мячом, это еще вопрос такого психологической удовлетворенности от игры. Цель этой фазы забить гол. Что такое гол? Гол это по сути, если мы чуть шире посмотрим на гол, уберем эмоции, посмотрим с точки зрения рациональной части, то это передача мяча от игрока к игроку по цепи, где последний в этой цепи завершает ударом и забивает гол. Соответственно, если никто не ошибся, то мы забиваем гол. Если кто-то один в этой цепи допустил ошибку, то идет потеря мяча и мяч становится у соперника. Видите, если бы по сути это было бы так просто не ошибаться и так просто совершать верные действия с точки зрения игры, то у нас бы в игре было очень много голов. Ну, игрок длится длительное время, голов не так много, соответственно, это говорит о том, что кто-то в цепи постоянно, кто-то из игроков ошибается. Соответственно, нужно начинать все сначала. Теперь, что же важно для каждого игрока вот в этой цепи, когда мы владеем мячом с целью забить мяч в ворота соперника. Первое. На самом деле, видите, все просто. Вот если эту игру в футбол, ее упростить вот до сухого остатка, то по сути, когда мы играем с мячом, для каждого игрока важно для начала выбрать позицию до приема, принять мяч, я говорю сейчас не про технический элемент, а принять мяч с точки зрения игры. Сейчас расскажу про подробнее. И когда игрок с мячом, выбрать решение, одно из трех решений. Сделать дриблинг, сделать передачу, либо нанести удар-поворот. Всегда у игрока с мячом есть только три решения. Дриблинг, пас, удар. И вот, по сути, мы имеем, мы имеем вот три самых необходимых действий каждому игроку в команде для того, чтобы сначала открыться, открыться, далее принять мяч и далее выбрать решение, что с этим мячом дальше делать. Обыгрывать, бить или отдавать передачу. Теперь самые распространенные ошибки при игре с мячом. Первое. Это выбор позиций до приема рядом с соперником. Помните, я вам говорил время и пространство игры. Что дает выбор позиции? Выбор позиции дает время. То есть, чем игрок занимает лучше позицию с точки зрения удаленности от игроков, тем он больше имеет времени на прием мяча. Выбор решения. То есть, у него есть время поднять голову, у него есть время подумать. Он не скован временем, то есть, на него его не атакуют. Соответственно, он может думать про развитие атаки. Как правило, дети, которые этого не понимают, они занимают позицию рядом с соперником. Соответственно, что происходит, когда им приходит мяч? Все очень просто. Соперник сразу же вступает в отбор с целью мяч аутобрать. Ребенок не видит продолжение атаки вперед. Он не думает про то, как играть вперед. Он думает конкретно сейчас в моменте о задаче, как сохранить мяч. Все, видите, мысли играть вперед нет. Идет зацикленность на сохранении мяча, на его контроле. Соответственно, атака по цепи вперед не продвигается. Что нужно для этого делать? Все очень просто. Нужно занимать позицию, равноудаленную от всех соперников. Что для этого нужно делать? Крутить головой по сторонам. Оценивать, сканировать окружающую игру, обстановку. В игре постоянно меняется обстановка. Вот этот навык, который формируется, вращать головой и смотреть, что происходит вокруг. Это очень ценный навык. Особенно это касается игроков, которые от природы не очень быстрые, а очень умные. Потому что за счет выбора позиций и скорости принятия решения, Но в футболе очень часто и эффективно компенсируется недостаток природной физической быстроты. Идем дальше. Следующая самая распространенная ошибка при игре с мячом, это прием мяча спиной к воротам. Соперникам. И, соответственно, игра назад. Здесь тоже все очень просто. Если футболист не понимает, что при приеме мяча нужно видеть ворота соперников, то, естественно, он не будет играть вперед. Почему? Потому что футболист играет всегда туда, куда смотрят его глаза. Это основной канал получения информации на футбольном поле через глаза. Соответственно, зрительный канал. Соответственно, если игрок не видит вперед, он не видит ворот соперника в цели, он не видит партнера впереди, он будет играть либо назад, либо поперек. Либо он будет на месте разворачивать свой корпус для того, чтобы увидеть вперед. Мяч будет не продвигаться. И тогда уже здесь нарушается правило времени и пространства игры. Когда мяч не двигается, игрок на месте с мячом разворачивается. Что происходит за это время? А за это время игроки соперников успевают вернуться назад. И уже забить гол сложнее, потому что просто количественно игроков впереди больше. Плюс игрок сам себя ограничивает потом во времени принятия решения. Потому что когда он разворачивается с мячом на месте, соперники в этот момент бегут к нему для того, чтобы отобрать мяч. И лишают его самого главного времени. Окей. Следующая самая распространенная ошибка уже на следующей фазе, когда нужно принимать решение. Это ошибка в самом решении. То есть игрок выбрал позицию, игрок принял мяч вперед, игрок видит все варианты развития событий. И дальше ему надо сделать выбор, что лучше, обыграть, отдать передачу или ударить. И вот здесь эта ошибка, она, наверное, по моему опыту самая распространенная. Потому что у детей в разном возрасте в голове кроются разные мысли. Ну, допустим, кто-то хочет обыгрывать, так видит футбол, мяч и я. Эгоизм в детском возрасте это абсолютно нормально. Со временем он немножко проходит уже с точки зрения партнеров по команде и потом уходит в команду и я. То есть кто-то хочет забить, и тогда ему все равно, если партнеры в лучшей позиции. Кто-то не может обыграть и он отдает только передачи, хотя в этой ситуации, допустим, можно было обыграть. Понимаете? Получается, что есть определенный алгоритм. Алгоритм очень рациональный с точки зрения цели атаки. Это забить гол. Соответственно, забить гол это значит первое решение, которое самое эффективное с точки зрения достижения цели это удар. Если удар невозможен, далеко мяч не по центру, либо есть партнеры впереди. Следующее по приоритету решение это передача вперед, потому что передача, мяч летит быстрее самого быстрого игрока на планете. Поэтому время и пространство игры, раз мяч быстрее, значит передача более эффективна. Ну и соответственно остается у нас третье по эффективности решение дриблинг. Дриблинг используется тогда методом исключения, когда невозможно ударить, невозможно отдать передачу. Тогда мы используем дриблинг. Но я сразу хочу предупредить и родителей, и тренеров. Я вам говорю сейчас про алгоритмы игры. А есть еще возрастные этапы развития. Если сейчас вы можете меня не совсем верно толковать, я не говорю о том, что нужно отдавать передачу. Есть еще возрастной период, 5-7 лет, 8-10 лет, когда футболисты мыслят категориями я и мяч. И в этом возрасте мы можем на вот эти алгоритмы посмотреть не так внимательно, скажем так, опустить их. Почему? Потому что ребенку очень важно совершать много-много-много дриблинга. Потому что это как раз тот возраст, когда формируется основной и ключевой навык футбольной, игра один в один. Я вам говорю сейчас больше уже для футболистов после 13 лет. Соответственно, есть определенные алгоритмы, и футболист, когда понимает это, и если он понимает конечную цель забить гол, он понимает, что голы забивают с помощью партнеров, и он понимает, что если есть партнеры впереди, он будет искать партнеров впереди. Если есть возможность ударить, он возьмет на себя ответственность, ударит. Если нет партнера впереди в лучшей позиции, а если он не может сделать ни того, ни другого, то он будет использовать дриблинг для того, чтобы улучшить позицию, и из одного решения оставшегося опять улучшить ситуацию до трех, когда он может вернуться в игру, и у него опять будет решение ударить, либо отдать передачу, либо в конце концов опять использовать дриблинг. Следующая такая ключевая ошибка, которую встречает своих детей, это непонимание того, что с точки зрения времени и пространства игры, для нас максимально важно по возможности играть в центр, а не в углы. Кто был на кемпах, видели, да, что есть определенные дни и темы, особенно это касаемо дриблинга, когда я обрезаю углы штрафной площадки, делаю, и тем самым создаю условия, в которых игроки обыгрывают только в центр. Почему это важно? Потому что опять время и пространство игры мы ищем кратчайший путь. Я очень часто ребятам объясняю, ты, говорю, входишь в школу, ты ходишь в школу по кольцевой или по кратчайшему пути. Ты идешь в магазин по кратчайшему пути или в обходную. Точно так же эти правила работают и в футболе. Если у нас есть возможность пройти по кратчайшему пути, необходимо идти всегда по кратчайшему пути. Почему? Потому что он самый быстрый. Чем быстрее мы будем идти по кратчайшему пути, тем меньше вероятность, что соперники успеют отойти, и тем выше вероятность забить гол. Но для этого, конечно, нужна решительность и смелость, об этом поговорим позднее. Хорошо, переходим к следующей фазе. Это фаза игры под названием «Не пропустить гол», то есть игра без мяча. Цель этой фазы – не пропустить гол. Видели, мы вначале говорили, что победить нужно забить на один гол больше, чем пропустить. Цель фазы игры с мячом – забить гол. Цель фазы играть без мяча – не пропустить гол. Что важно понимать? Что такое пропущенный гол, опять-таки, с точки зрения отношений команды и с точки зрения команды? Это ошибка каждого игрока в цепи. То есть каждый игрок, начиная от нападающего, который, допустим, не отобрал, полузащитник, который неверно выбрал позицию, дал мячу пройти через центр, допустим, опорного полузащитника, который проиграл единоборство один в один, защитников, которые также проиграли единоборство, вратаря, который не выручил, да, и получается, что пропущенный гол – это ошибка каждого игрока в цепи. И если кто-то один совершает верное действие, когда мы играем без мяча, гола не будет. Отобрал, подстраховал, выбрал позицию и так далее. Если мы все ошибаемся по цепочке, значит гол будет. И здесь я хочу, чтобы и тренеры, и родители на пропущенные голы смотрели так. Это очень важно еще с точки зрения психологии, немножечко отойдем в сторону. Нельзя винить одного игрока в допущенной ошибке, потому что гол – это всегда набор результативных ошибок каждого игрока в цепи. И не может быть один человек, ну, в каких-то там крайне исключительных случаях, да, когда там, условно говоря, воротарь начал обыгрываться, ошибся и забили гол, да. Но во всех других случаях, как правило, всегда в пропущенном голе будет всегда вот эта сумма ошибок двух и более игроков команды. Что важно для каждого игрока в цепи при игре без мяча? Первое – это выбор позиций. Вообще, я считаю, что при игре без мяча ключевой интеллектуальный навык, именно навык игрового мышления – это выбор позиций. И второе – это контраргументы. Что такое контраргументы? Все очень просто. У соперника с мячом всегда есть три решения – это дриблинг, пас, удар. У игрока без мяча есть всегда на каждый аргумент соперника свой аргумент. Дриблинг – это отбор мяча уже как технический элемент. Передача – это перехват. При ударе – это блокировка удара. Теперь самые распространенные ошибки при игре без мяча. Первое – выбор позиций. Очень часто я вижу, когда футболист закрывает только одного соперника. И что в этот момент происходит? Да, с одной стороны, лучше, конечно, закрывать одного соперника, чем никого не прикрывать. Но при этом очень часто ребята думают так, но я же закрываю своего игрока. Это же там не мой забил, не мой участвовал и так далее. То есть вот я одного прикрыл. Да, это мышление имеет право быть, но при этом мы всегда должны понимать, что современный футбол сейчас движется к такой мульти-задаче, где по сути на футбольном поле играют все ферзи. Соответственно, что такое умный игрок с точки зрения выбора позиций? Это игрок, который может найти позицию, где он будет закрывать двух, трех, а то и четырех игроков. И тогда такой игрок с точки зрения игры, полезности для игры в глазах тренера, он, уровень его компетенций максимально повышается. Потому что он может один крыть четверых, пятерых, шестерых, если хотите. Почему? Потому что алгоритм выбора позиции при игре без мяча, он одинаковый, будто два игрока, три, четыре, пять или шесть. Следующая ошибка это не закрывать центр, а прикрывать фланг. Опять-таки здесь уже действуют правила времени и пространства игры. И если мы понимаем, что кратчайший путь к нашим воротам через центр, то что происходит? Конечно же, первым делом нам нужно закрывать центр. Именно отсюда идет вот это вот знаменитая тренерская мяч у нас шире, мяч у соперника уже. То есть как раскрытая ладонь, когда мяч у нас, чтобы мы раскрылись, создали, растянули оборону соперника, создали максимальные игровые расстояния, вот как раскрытая ладонь и кулак, сжатый кулак, когда мяч не у нас. И остались у нас с вами переходные фазы. Переходные фазы это, как правило, когда мы владели мячом, потеряли мяч, либо были без мяча и отобрали мяч. То есть это вот эти первые мгновения при изменении, кардинальной изменении игровой ситуации. Почему этим фазам уделяется очень много внимания? Потому что более 70% голов в современном футболе забиваются как раз-таки вот в этих переходных фазах. Почему? Все очень просто. Время и пространство игры здесь действует тот же принцип. То есть кто быстрее среагировал на изменение ситуации, то есть быстрее по времени, тот в конечном итоге будет иметь дополнительное пространство и время для завершения. Очень часто вы можете наблюдать в футболе, когда, допустим, при там быстрой контратаке, значит, футболист нападающий, один, допустим, выходит, допустим, идет атака флангом, да, и один он в центре штрафной, один завершает передачу, а защитник у него находится в 2-3 метрах сзади. И если мы эту ситуацию прокрутим назад, там, до центрального круга и увидим, когда изменилась ситуация и команда потеряла мяч, то мы увидим, что буквально на доле секунды этот нападающий среагировал быстрее, создал себе запас задел по расстоянию от преследующего игрока и все это время бежал максимально быстро так, что игрок его не успел догнать и завершил эту ситуацию. Видите, то есть задел был создан как раз-таки в момент переключения в центре поля, а завершение мы видим уже в конце. И вот это вот преимущество в долях секунды, оно в конечном итоге дает преимущество в метрах. Что важно для позитивного перехода? Позитивный переход это когда команда соперников владела мячом и после этого мы отобрали мяч. Скорость переключения, игра вперед, игра через центр. Видите, то есть скорость это все принципы времени и пространства игры. Скорость переключения, кто быстрее переключился, он будет иметь преимущество в метрах. Игра вперед дает нам возможность идти по кратчайшей траектории к центру ворот. Соответственно преимущество, количество которое мы будем иметь, оно останется всегда с нами. И соответственно центр это кратчайший путь к воротам соперника. Точно так же при негативном переходе, когда мы владели мячом и потеряли мяч, опять-таки имеет очень важное значение скорость переключения. И видите, здесь очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Когда мы потеряли мяч, мы не отходим назад сразу. У нас есть с точки зрения физиологии, с точки зрения природы, у нас есть от 4 до 6 секунд, когда мы можем своими активными действиями мяч отобрать. И тогда мы идем не назад, а вперед. И поэтому в современном футболе очень распространен прессинг и так называемый поджим. То есть ближние прессингуют, остальные поджимают. Это уже такое ментальное отличие постсоветского футбола от развитых европейских футбольных стран. То есть когда мы теряем мяч, мы не отходим назад, мы идем вперед. И это очень важно на ментальном уровне усвоить. Ну если у нас не получается за 4-6 секунд отобрать мяч, почему 4-6 секунд? Это в проекции взрослого футбола у нас есть, вот как про механизмы энергообеспечения, то есть есть такой вот так называемый креатинфосфат, то есть это наша вот эта быстрая энергия, как сера, да, со спичкой. Приблизительно на максимальный взрыв от 4 до 6 секунд хватает этой энергии. Соответственно, если у нас мы взорвались всей командой, попытались отобрать мяч или отобрали мяч, у нас получается, мы опять создаем позитивный переход и опять имеем преимущество. А если у нас не получилось и у нас уже нет ресурсов для того, чтобы взрываться, вот, мы отходим назад. Вот, желательно по диагонали. Почему по диагонали? Потому что диагональ это линия футбола. Еще одна, да, такая уже геометрическая задача. То есть футбол это по сути весь состоит из диагональных линий. Окей, теперь самые распространенные ошибки в переходных фазах. Медленное переключение. Это проблема не футболистов. Эта проблема всегда вытекает из тренировочного процесса, когда тренеры недостаточно внимания уделяют именно переключениям, не развивают когнитивный аппарат, не ставят задачи. То есть переключение, это по сути развивается всегда постановкой различных задач, максимально быстрой смены задач. Либо игры в малых составах, вернее, да, в малых составах на малых площадках, либо игры в обычных составах, но на меньших площадках, да. То есть создаются такие условия для того, чтобы когнитивно в голове решения щелкались и переключались гораздо быстрее. Следующий момент это включение и выключение после действия. Тоже очень развита на постсоветском пространстве ошибка. Почему так происходит? Здесь, как я вижу, несколько причин. Это в том числе игры на одной позиции. Когда ребенок считает, что он выполнил свою задачу, он выключается из игры. Знаете, как ракета взлетает, да, вот эти ступени отлетают одна за одной. Так и здесь. Хотя это не так. И весь современный уже футбол, и не только футбол, и игровые виды спорта, они пошли уже к этой ситуации, когда никто не выключается. Почему? То есть, условно говоря, смотрите, я вот всегда говорю и пришел к такому пониманию. Вот если мы говорим про качество тела, то рекорды, мировые рекорды в спорте, все, что касаемо достижений, на 99,3% уже установлены по разным статистикам плюс-минус. То есть, о чем это говорит? О том, что ресурсы тела на сегодняшний день, они практически уже подошли к своему стопроцентному лимиту, стопроцентному максимуму. Соответственно, если мы говорим про тело, то по телу очень просто. Суть футбольной школы, академии – это поднять вот этот уровень развития физических качеств до максимально возможного уровня, близко к этим 100%. А где же резервы? А резервы, друзья мои, они как раз-таки у нас вот здесь. И резервов там очень много. И все уже развитые европейские страны, они уже давно это поняли. И все сейчас прокачивают мозг. Прокачивают, прокачивают. То есть, количество решений, скорость переключения, качество решений. То есть, туда, туда, туда. Я уверен, что если бы у нас был такой прибор, ну, вернее, он скоро уже, я думаю, уверен появится, который бы измерял количество решений и эффективность решений, то сравнив игроков развитых футбольных стран с игроками, скажем так, постсоветского пространства, мы бы для себя увидели там пропасть именно в количестве решений. А что такое переход от решения к решению? Это переключение. И когда мы говорим про включение и выключение после действия, это, по сути, есть не переход к новому решению, а выключение. Во многом, как раз-таки, я связываю это с тем, что дети играют на одной и той же позиции и, по сути, мыслят игрой не в целом, как игрой, а мыслят только своим вот этим узким участком и дальше не хотят включаться в игровое действие. Здесь уже могут быть еще вопросы психологии, об этом тоже поговорим чуть позже. И самая еще распространенная ошибка – это игра поперек или назад. То есть, если ребенок не понимает, что нужно в переходной фазе играть максимально быстро вперед, когда у нас мяч, либо максимально быстро в центр вперед на отбор, а потом закрывать центр, когда мяч у соперника, то он не понимает игру. И тогда все то преимущество, которое мы получаем, либо могли бы получить при позитивном переходе, это все преимущество нивелируется и не несет никакой эффективности для нашей команды. И последнее, да, видите, вот этот уровень. То есть, мы говорим сейчас про ошибки в игровом мышлении, но я хотел еще немножечко рассказать и про психологию, потому что мы начали с качества тела, как инструментов, очень много говорим с вами про игровое мышление, а есть еще психология. Это у венгера, это крыша, у меня это третий уровень, то есть, это вершина. То есть, психология, видите, все очень просто. Это кнопка «Да» либо «Нет» к применению в игре своих физических качеств, технических качеств и интеллектуальных. То есть, это уже следующий уровень. Вот давайте посмотрим на эту кнопку «Да» и «Нет». От чего зависит кнопка «Да» и «Нет»? Все очень просто. Безопасно либо небезопасно. Я не просто так все время говорю про психологию, говорю про радость ребенка, говорю про то, как важно, чтобы он сам решал, сам играл, сам думал, сам нес ответственность. Сам, да, вот эта классическая фраза «Не мешайте детям играть в футбол», она в очень содержит много смысла. Если для ребенка среда безопасная, у него работают все качества. Он в игре, он думает про игру, соответственно, у него нету, ведь у мозга самая главная задача – это сохранить безопасность для тела. И, соответственно, мозг выключает функцию контроля, все, он погружается в игру, думает про игру и применяет свои качества. Если же небезопасно, то большая часть качеств выключена, и остаются только те качества, которые отвечают за безопасность. Видите, как это работает? То есть все, что мы создаем, все качества, которые мы через игру развиваем, если ребенку небезопасно, он не будет. Мне очень понравилось, на одном из семинаров с родителями был такой вопрос, очень интересная такая. Представьте себе картину. Сидим мы в аудитории, за окном очень красивая погода, очень красивая природа, но увидим ли мы эту красоту, если мы будем знать, что по коридору ходит медведь? Конечно, нет. О чем мы будем думать в этот момент? Мы будем думать о своей безопасности, и наш мозг будет включать только те качества, которые необходимы для этой безопасности. Ну, что, да? Бей, беги, замри. Скорее всего, мы будем убегать, и скорее всего, нам нужно будет, там, на супер уровне понадобится, там, быстрота, та же скорость реакции, мы ничего не увидим. Также и в игре дети, которым небезопасно, у них тоннельное зрение, то есть у них и тоннельное мышление. То есть они не думают про то, как развивать их негативное мышление, думают о том, как сохранить безопасность. Вот. И, соответственно, там нет никакого ни креатива, ни творчества, ни позитива, ни понимания игры. Там вопрос выживания. И самая такая топ психологическая проблема, которая, ну, прямо, вот, прямо, прямо. У меня один из роликов в ТикТоке со страхом ошибиться набрал почти миллион просмотров. Представляете? Вот вам, вот вам обратная связь распространена с этой проблемой. Миллион. Вот. Соответственно, есть страх ошибиться. Перед кем этот страх может возникать? Перед тренерами, перед родителями, перед партнерами. То есть всегда, когда у ребенка есть страх, за этим страхом стоит некий персонаж, некая фигура, который является вот таким агрессором, то есть источником этого страха. Этот страх можно увидеть на футбольном поле одним простым способом. После того, как ребенок ошибся или попал в ситуацию, посмотрите, на кого он смотрит. он всегда будет смотреть на человека, который осуществляет насилие. Вот. Если этот страх перед тренерами, значит, он будет и перед партнерами, потому что тренеры, особенно уже в такой подростковом возрасте, после 11 лет, они создают вот эту среду, они создают правила игры. И всегда, когда в том числе, я говорю про буллинг, слышу про буллинг, всегда буллинг это создается по лекалам взрослого. Всегда взрослый тренер решает, то есть он устанавливает эти правила, в результате которых этот буллинг в том числе происходит. Поэтому это одна история. Бывает страх перед родителями, это уже другая история, что важно понимать. Здесь очень важно всегда понимать нам всем с вами. Вот очень часто мы смотрим детский футбол глазами, как взрослый футбол. Во взрослом футболе, да, понятно выиграть, забить гол, выиграть, победить любой ценой. В детском футболе другая история. То есть результатом взрослого футбола является счет, а результатом детского футбола является индивидуальное развитие каждого игрока в команде. Как же происходит развитие? Только через ошибки. только через ошибки происходит развитие. Соответственно, чем больше действий, тем больше развитий. И да, больше ошибок. Возвращаемся назад, кнопка да, нет. Если не безопасно, что происходит с футболистом? Да, он начинает совершать меньше действий. Для чего? Чтобы совершить меньше ошибок. Потому что чем меньше он ошибок совершит, тем меньше наказание он понесет. Видите, как все просто. Больше действий, больше развития и больше ошибок. Меньше действий, меньше развития, чтобы не быть наказанным. Я вам рассказал сейчас про основу, так, для понимания. я также сделал уроки для юных футболистов в курс «Основа с основой», где по сути шесть основных тем самых важных. Четыре темы «Игра с мячом», одна тема «Игра без мяча» и одна тема «Психология», как победить страх и ошибиться. По сути создал шесть ключевых уроков для футболистов по развитию игрового мышления и игрового психологического состояния. Поэтому и назвал этот курс «Основа с основой». И также по тому, как обращаются коллеги, тренеры, я вижу, что для многих тренеров этот курс также имеет ценность, потому что одно дело понимать, а другое дело объяснить простыми словами ребенку, как действовать в той или иной ситуации на понятном и простом для ребенка языке. «Основа с первой получили» «Основа с первой «Основа с первой stellей» «Бегает» «Бегает» «Основа с первой